На площадке регионального центра «Мой бизнес» обсуждали самые актуальные для предпринимателей вопросы. Главное – реализация в крае нас проекта по малому и среднему предпринимательству. Чтобы все прошло успешно, необходимо поддержка и устранение барьеров, мешающих развитию бизнеса. В их числе дорогая электроэнергия. С учетом уровня средней заработной платы на территории субъекта Сибирско-федерального округа, Алтайский край имеет самый низкий рейтинг доступности тарифов для категории населения и приоритетных потребителей. Пример яркий. Тариф для населения Алтайского края выше, чем у соседей Новосибирской области на 53,46% и в 3,7 раза выше, чем тариф для населения Иркутской области. Высокий тариф электроэнергию – один из ключевых сдерживающих факторов для привлечения инвестиций на Алтай. Эксперты уверены, один из путей решения проблемы – бережное потребление. Включаете режим энергосбережения. И вот сегодня нужно этим заниматься вплотную. Это единственный путь, который позволит реально снизить потребление электрической энергии. Другая проблема – убывающее население региона. Согласно нацпроекту, в 2024 году в сфере малого и среднего предпринимательства должны трудиться 330 тысяч жителей нашего региона вместо нынешних 270. В 2019 году, к сожалению, продолжается убыль населения. И мы это видим. Уезжают предприниматели, уезжают трудовые ресурсы, уезжают наши дети. Это вещи, связанные с развитием предпринимательства. Так вот, к 2035 году по консервативному сценарию Алтайский край с 2,4 миллиона, это, значит, возможно будет иметь цифру 1,9 миллиона, до 20% населения. К тому же предприниматели уже много лет просят сократить повышенное внимание к ним органов контроля, по возможности убрать неплановые проверки. На этой встрече такие пожелания они могли высказать и первым лицам региона. Мы, конечно, понимаем, что это один из базисов, одна из основ нашей экономики. Поэтому самое пристальное внимание, множество контактов, внимание к сфере. И внимание именно не с точки зрения того, чтобы провести надзор и что-то где-то ограничить. По итогам работы участники форума приняли резолюцию. Их предложения по улучшению условий ведения бизнеса направят органам власти. Но пока только в качестве рекомендации. Александр Захаров, Николай Шелко. День с толком.